Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с трех до пяти вечера. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 1 декабря года 2020, вторник. Сегодня особая программа, ваша покорная слуга будет вместе с вами 2 часа в одиночестве. И правда, сделаем исключение, мы не часто такие вещи делаем, но если вдруг у вас возникнет желание пообщаться со мной в прямом эфире, вы можете это сделать. Позвонив по телефону 718-648-0877, я еще буду в течение эфира этот номер повторять, и мы сможем поговорить о том, что вас беспокоит. Не в плане психотерапии, естественно, а в плане международных отношений и нашей ситуации, американской. Так, немножко откроем микрофон, потому что это правильно, наверное, надо иногда и слышать, что люди хотят сказать. Это правильно, потому что писать не всегда люди могут за рулем, а позвонить всегда проще. Но не в этом суть. В любом случае, даже если желание поговорить нет, у меня есть достаточно большое количество информации и со вчерашнего дня, и в принципе, которая нуждается в том, чтобы я вам ее рассказал. Поэтому два часа, я думаю, даже на все не хватит, но постараюсь, по крайней мере, заполнить максимально информативно эти два часа. Значит, во-первых, в первой части мы коснемся нашего внутреннего развития. Я сегодня вас покатаю по земному шару немного. Значит, начнем мы с восстановления, начала новых переговоров по стимулусу, который вроде начинает двигаться. Потом обещанная тема китайско-австралийского противостояния. Вчера я ее анонсировала, она не прозвучала, она нуждается в том, чтобы быть освещенной. Это сложная тема, серьезная и большая. Вот. И в конце часа я расскажу вам про развитие мексиканской ситуации. Помните, про гибель наших мормонов, которые там жили американских граждан, 9 человек. Там есть развитие этой истории, тоже вчера анонсировал, не успел. Сегодня в этом часе мы должны эту тему закрыть тоже. Второй час посвятим в основном Ближнему Востоку. Опять же, иранское развитие, оно есть там. После вчера и вчерашних новостей, и вчера целая программа была, этому посвящена час, по крайней мере. Сегодня есть развитие. Вот. Коснемся его, коснемся визита Кушнера на Ближний Восток. Кушнер летит туда. И Израиль, естественно, обязан я рассказать вам о том, что дело к выборам совсем приблизилось. Поэтому важно об этом будет тоже поговорить. Вот такой план на эти два часа, друзья. Вы можете мне в этот раз звонить, не только писать. Номер телефона, запомните, 718-648-0877. Но не сию минуту, естественно, когда мы начнем непосредственно уже передачу информативной ее части. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Наши патриции, а сенат это патриции, потому что хаос это плебс, правильно? Ну, если мы все-таки Рим, а мы льда Рим, и многие с этим согласны, и вообще, как бы, это даже можно не обсуждать, потому как у нас все, как в Риме, даже сенат. И слово сенат, как мы знаем, откуда идет. И понятно, что наши сенаторы, они не очень-то хотят, и надо дать им должное. Они стараются всеми силами, всеми возможностями этот билл, стимулус, который изначально обсуждался раньше, как-то его реанимировать, потому что, ну, выборы прошли. И результат понятен. Ну, по крайней мере, исходя из того, что мы знаем сегодня, может, мы что-то еще не знаем. Но из того, что мы знаем, ну, такое впечатление, давайте скажем, что у нас уже сомнений все меньше и меньше, что 21 января Байден зайдет в офис. Опять же, несмотря на то, что есть многие, которые не хотят это воспринимать, не хотят это слышать, находятся in denial, да, как тут говорят в Америке, in denial. То есть в отрицании. Тем не менее, рано или поздно, если это, да, произойдет 21-го числа, ну, или 20-го, когда там у нас присяга, то это означает, как бы, все. Значит, этим разговором наступит кердык. Теперь, тем временем, время-то идет, а кончаются разные всяческие программы помощи. С нового года закончится экстра 300 долларов в неделю, которую Трамп подписал Executive Order. Да и, в принципе, там много чего закончится с нового года. И надо разговаривать. И вот группа Bipartisan из Республиканской и Демократической партии сенаторов, я запомнил, что возглавляется эта группа Митом Ромни, предложила определенный план, который начинает обсуждаться сейчас. И учитывая, что Мнучин должен сегодня с Пилоси встретиться, или уже встретился, ну, пока это неизвестно, ну, теоретически должен вот сейчас прям с ней разговаривать, а может быть, уже поговорил. И обсуждаться это все должно. До этого Мнучин сказал, что он... Сейчас я о самом этом плане расскажу, чтобы не быть, как бы, чтобы вы понимали мясо, да, мясо всей этой истории. Что это нам сулит, если это пройдет. До Нового года, теоретически, шанс есть, до Крисмуса, что это пройдет. Да, до 25-го, я имею в виду, числа. Я так понимаю, что потом, с 25-го по начало января, там, рецесс. И Мнучин уже общался с Трампом. Мнучин уже общался с Макконнеллом. Я надеюсь, что вы понимаете, как бы, то есть, что для того, чтобы какой-то переговор и продвигались вперед, нужно для этого заручиться поддержкой, как бы, главных республиканцев в стране. Мнучин всего лишь министр финансов, пока еще, да. А требуется согласие на того... Требуется хотя бы какая-то уверенность, что то, о чем он с Нэнси Пелоси договорится, чтобы оно в итоге прошло все необходимые утверждения. Поэтому с Трампом он поговорил, с Макконнеллом он поговорил, с разными другими республиканцами. И там есть разный инпут. Я познакомлю вас, что там есть интересного в их реакциях на то, что происходит. Короче, суть такая. Что ребята сделали? Что это за байпартизан группа, чем она за... Что она решила сделать? Они, короче, поняли, что изначально был ведь у демократов пропозал на 3,5 триллиона, на то, что Конгресс принял. Это как бы сразу no goal, non-starter. Потому что там было много того чего, wishful, да, много всяческих желаний демократов, которые, в том числе и прогрессив, да, которые никак не могли, никакой вообще республиканский фильтр пройти. То есть это было абсолютно изначально, да. Ну, с точки зрения торговли, как бы, логика понятна. Ты просишь больше для того, чтобы потом торговаться и опуститься на меньшую сумму. Чем больше ты попросил, тем больше в итоге ты получишь. Правильно? И это была, как бы, я так понимаю, тактика и логика демократических парламентариев. В итоге там был разговор, в итоге, на чем остановились перед выборами эти переговоры, на сумме 1 триллион 800 миллиардов долларов. Да, страшные цифры. Ну, правда, в этот триллион 800 входили и 1200 каждому из нас, и много чего еще входило. Короче, все перед выборами остановилось. И с этой точки сейчас пока начинать невозможно. Из того, что я прочитал, из того, что я понял. Пока сейчас нельзя начать с этого. Поэтому, раз так, то нужно было как что-то найти такое в среднем, да. И они попытались это сделать. Что совсем необходимо сделать сейчас, чтобы те программы, грубо говоря, да, которые идут в течение этого года, помогая нам справиться с последствиями пандемии, чтобы они не закончились своим финансированием. То есть это вещи, которые необходимо сделать. Это очень испанцы, это очень... Люди, которые и пошли на эти переговоры сейчас, и это бипартизм-группа, мы должны обратить внимание на этих сенаторов, потому что они поступают как государственные люди, оставляя политическую адженду, насколько возможно, в стороне, для того, чтобы мы с вами могли как-то протянуть дальше, до вакцинации. Потому как в этом предложении, которое они сделали, говоря по-русски, они планируют очень серьезную поддержку всех этих программ примерно до марта. И мне представляется из той информации, которую сегодня мы с вами знаем, что Pfizer и Moderna уже попросили европейцев экстренное emergency approval вакцины, да, утверждение, разрешение ее к использованию. И уже, я так понимаю, Pfizer подал в USDA на экстренное approval тоже, на экстренное утверждение. То есть, теоретически, мы можем ожидать начала вакцинации массовой к концу этого года. Сегодня 1 декабря, напомню. То есть, 2-3 недели. И по идее, если будет это разрешение, то как бы мы начнем из этой ситуации потихонечку выходить. Это очень оптимистичный момент здесь сейчас. То есть, опять же, не падаем духом. Да, продолжаем делать то, что мы делаем. Мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маски там, где это надо делать. И при этом надеемся на то, что к весне уже у нас будет ситуация значительно лучше, чем сейчас. Ну, так хочется мне верить. И так я понимаю, с какой скоростью мы все это разрабатывали и делали. Опять же, спасибо президенту Трампу, который в этом решающую роль играл, потому что необходимое финансирование и многие вещи и сосредоточить ресурсы для всего этого, это задача-то президента была. И он, по-моему, справился. Окей. Насколько, ну, все ведь пытались эту проблему как-то решить с короной. На мой взгляд, мы выйдем в итоге из этой войны победителями раньше всех остальных. Насколько это возможно. Следующий момент. Значит, до марта сенаторы, вот эти, этой группы представителей обеих партий, нас спасут сейчас. По крайней мере, деньгами. Значит, что входит в этот план, да, в том, что они предложили. Значит, они взяли половину этой суммы, да, от триллиона восьмисот миллиардов. Эта группа предложила девятьсот восемь миллиардов долларов. Такой, самый минимальный, да, минимум-миниморум того, что нужно сейчас дать, для того, чтобы экономика начала захлебываться, потому как безработица не падает так быстро, как она могла бы, да, если бы этот стимулус прошел бы полгода назад. И нам об этом, кстати, федеральный резерв уже давно говорит. Господин Павел говорит, ребята, вы сами себе, вы рубите сук, на котором вы сидите. Нужно как можно быстрее закинуть стимулус план. Вот, и этого не происходило по политическим соображениям, из-за выборов, из-за личной неприязни многих игроков на этой полянке. Поэтому сейчас все, выборы прошли, и нужно как можно быстрее это сделать. Опять же, для экономики очень важно, это и опять же праздничный сезон, шоппинг-сезон, к концу, на конфиденц, да, в момент, когда, то есть, уверенность покупателя за то, что в дне невероятно важна, покупатель не будет тратить много денег, если он не уверен в том, что завтра ему принесет. Поэтому это все очень важный момент именно сейчас. 908, да, что в него входит, я хочу, чтобы вы понимали. Значит, во-первых, тот пропозал, то предложение, которое сегодня было сказано, да, оно будет идти до марта 21-го года, включая некоторые меры, которые обе партии хотели пропустить. Значит, законодатели хотят 160 миллиардов долларов штатам и локальным правительствам дать из этой суммы, потому что там дыры в бюджетах страшные, и нужно эти деньги дать. Иначе ребята не сведут концы с концами. Опять же, наверняка, там будет какой-то определенный контроль на что, то есть, для того, чтобы были республиканцы, которые говорили, что штаты плохо себя вели, плохо формировали свои бюджеты до пандемии, и теперь под пандемию пытаются протащить покрытие этих бюджетов из этих электронных фондов. Я думаю, что будет контроль, чтобы этого не произошло, если это на самом деле так, а не было просто фигурой политической борьбы. То есть, не было эти выступления этих республиканских консервов и сенаторов, они не были элементом политической борьбы, если на самом деле есть какие-то реальные подтверждения того, что некоторые губернаторы некоторых штатов так поступали, и даже если они так поступали, наверняка это и демократы, и республиканцы, тот же, как мы с Мишей Савиным вчера обсудили. И поэтому здесь дифференцировать таким образом было бы, наверное, неправильно. Короче, это в интересах всех. На эти деньги, в бюджеты штатов, которые дикие понесли потери от недополучения налогов на продажу, от недополучения налогов многих, и люди потеряли доход, определенный из-за пандемии, мы же это понимаем, соответственно, платили меньше подоходного налога. Короче, дыры в бюджетах штатов и мэрий городов невероятные. Особенно, если мы на Нью-Йорк посмотрим, даже страшно об этом думать. Поэтому надо дать денег. Правильно ведь? Ну, надо как-то спасать. Эта роль государства сейчас, государство у нас сильное, государство у нас очень богатое, и должно тут играть. На этой полянке. Ну, нет другого варианта. Короче, как я это понимаю, я, опять же, тут в этом в плане трат на государственные нужды. Я очень-очень с либеральных позиций ко всему этому подхожу. Помню о том, что мы резервная. Мы страна резервной валюты. Мы можем себе позволить делать то, что другие себе не могут позволить делать. Поэтому я думаю, что тут ничего страшного не будет с этим, если мы дадим даже чуть больше, чем фискально-консервативные сенаторы. Говорят, мы можем дать. Мы можем дать столько, сколько надо дать. Если мы можем тратить на войну триллион, значит, мы можем и на собственную экономику это все вернется с Торицей в нашей стране, вы понимаете. Мы сами потом эти же деньги отнесем назад в государство, потому что в виде налогов, в виде разных других вещей. Теперь. 160 миллиардов на штат и локальные мэрии. Всячески это был очень серьезный момент спора. Ну, как бы, вроде бы, это легче будет проглотить. Дальше. 288 миллиардов долларов помощь маленьким, малым бизнесам, включая Paycheck Protection Program. 16 миллиардов для логистических всяческих вещей по распространению вакцины. Да, то есть нужно дистрибьюшн делать, потому что мало ее произвести, еще ее надо всем отправить. В этот билл, в этот пропозу заложено 16 миллиардов на это. Также 82 миллиарда на школы, 25 миллиардов на помощь Rental Assistance, да, для тех, видимо, у кого серьезные проблемы с выплачиванием рента. И 180 миллиардов на дополнительную пособие по безработице, включая 300 долларов в неделю до марта. Окей? До марта. И это важный момент, очень хороший момент. Опять же, люди смогут каким-то образом выживать на этом. То есть даже если те люди есть, у которых уже их, в принципе, дни закончились, те дни, на которых они принялись, что в год безработный человек может получать примерно полгода unemployment. Это продление еще на 3 месяца. То есть фактически получится так, что те, кто безработный, смогут получать пособие безработицы в течение целого года, несмотря на то, что недели их давно уже закончились. Их 56, там не... Их там 36 недель. 26, простите, недель, которые оплачиваются, уже закончились. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Короче, тоже очень важная мера. Значит, теперь так. Каковы шансы, что эта штука проскочит? Быстро. Пока не очень высокие. Но так как активно ребята начинают движение, я думаю, что даже выборы в Джорджии сенатора, да, не должны, по идее, нас... Сенатор в Джорджии, да, не должны, по идее, нас сильно останавливать от этого. И мне кажется, что все-таки ребята должны понимать, что наши патриции должны понимать, что ситуация непростая. И люди просто потом могут не простить. Вы понимаете? Это сложно сейчас. Людям сложно сейчас. И все-таки парламентарии в нашей демократии, они понимают, что их люди избирают. И сказать так прям, что настолько все хорошо, мы тоже не можем, поэтому деньги людям нужны, и деньги успокаивают. И это хорошо. И так кто-то дает деньги и умножает мир, знаем мы из наших, из еврейских источников. Короче, будем надеяться. Теперь относительно 1200, тут ничего не сказано. Соответственно, 1200, это отдельная тема, она будет принята только, когда большой стимулус-план будет запущен, как бы, о нем будет договоренность. Для этого надо ждать уже Джорджио, для этого надо ждать уже захода другого президента, да? И тогда уже, я думаю, этот вопрос будет решаться. Понятно? Что Байден никоим образом не будет против того, чтобы дать нам всем по 1200, и в любом случае, и дать все эти необходимые, и сделать настолько, насколько максимальный стимулус-пэкетч, насколько это возможно. Окей, давайте на этом пока этот разговор отложим до момента прояснения этой ситуации. Может быть, за завтрашнему дню мы уже будем узнать какие-то результаты. Это первое. Второй момент, о котором я хотел поговорить, и в этот, я думаю, сейчас у нас достаточно времени, для того, чтобы этот момент осветить. Последние несколько недель, значит, в принципе, начиная с апреля уже, разворачивается драма в экономическом, на экономическом театре мировом. Драма между Китаем и Австралией. Очень серьезная драма. Обусловлена она была несколькими вещами. То есть, вам сначала нужно фактическую информацию, контекст надо создать, чтобы потом рассказывать. Была она обусловлена несколькими вещами. Первая вещь, которая была обусловлена, это то, что Австралия, фактически, двигаясь в фарватере американской внешней политики, вы знаете, у нас с Австралией военный союз, и с Малой Зеландой называется Анзюз, да, и коллекция в дефенс договор, да, договор коллективной обороны, где фактически как НАТО, только в тихом океане. И Австралия следует традиционно в фарватере американской внешней политики, намного более в фарватере, чем даже в Великобритании. Заявила, что она поддерживает американское требование расследовать, как вирус этот ушел из Китая, как Китай... Короче, вину Китая в том, что с нами сегодня произошло в пандемии, роль Китая, ее вину, и когда это произошло, китайцев это очень сильно разозлило. Вторая часть контекста, которую мы должны понимать, что для Австралии подобная вещь была, как бы это правильно выразиться здесь, ну, не самоубийство, но очень рискованное движение. Почему? Объясню. Потому что огромная часть экспорта австралийского продается в Китае. Главное это, естественно, железная руда. Второе место это вина, это ячмень, это соевые, это, естественно, говядина. Как мы понимаем, Австралия серьезный производитель говядины тоже. И по всем этим показателям, которые я сейчас вам назвал, есть много других стран, которые готовы выстроиться в очередь, чтобы продавать это в Китай. То есть Китай может закупать это где угодно. На Австралии свет клином не сошелся. Да, есть определенные выгоды экономические у китайцев в том плане, что покупать руду в Австралии как бы близко достаточно. С другой стороны, есть еще страны, в Атинской Америке, да, будет чуть-чуть дольше транспортировка этого, соответственно, чуть-чуть она будет дороже, но там можно другими вещами отыгрывать неудобства, скажем так, и возрастания затрат. Вот, я уж про мясо не говорю, как бы всем понятно, откуда мясо может вам в Китай поступать, и Австралия для этого не нужна. Вот, и Аргентина только рада будет, и сойдет с ума от счастья, если сейчас Китай начнет вместо Австралии покупать говядину у них. Ну и так далее, соевые тоже, и так далее, и все по списку. Про вина как бы тут не о чем даже говорить, потому как сегодня есть Испания, которая по бросовым ценам продает вино уже достаточно давно, и мечтает, только мечтает, чтобы захлестнуть любой рынок, который для нее открывается для того, чтобы это вино поставить. Вот, например, я просто сейчас от фонаря вам варианты рассказываю. Теперь, тем временем, доля китайского экспорта в Австралию от всей цифры, да, всего китайского экспорта 2%. То есть Китай совершенно спокойно может пожертвовать этим вообще австралийским экспортом. Ну, то есть не совсем спокойно, это все-таки немножко болезненно, но может пережить ради достижения политических целей, как мы понимаем. Поэтому, как только Австралия официально поддержала это расследование, антикитая по пандемии, да, по источникам, как она из Китая выходила, Китай тут же ввел тарифы на ячмень и так же, и на соевые. И так же Китай фактически прекратил покупать руду сейчас, то есть я понимаю, что контракты не продлены сейчас, и Китай в эту пятницу, то, о чем я просто не успел вам рассказать, ввел серьезнейший тариф на австралийское вино, что, в принципе, уничтожает, уничтожает винопроизводство в Австралии. По тарифу, если не ошибаюсь, 200%, можете себе представить, нормально, серьезно, но, естественно, Австралия пойдет сейчас в ВТО, будет пытаться рассказать там ВТО, что политическая, как бы, политическая адженда, она влияет на формирование тарифов, естественно, Китай это объясняет соображениями разными другими, что Австралия демпинг устраивала, и это, как бы, нечестная конкуренция, много там таких определенных вещей, опять же, у Китая есть опыт Российской Федерации, как обусловливать определенные тарифы, там, медицинскими, медицинскими показателями, ну, например, вот, всякими информациями, всякой разной диетической штукой, есть разные способы, как это объяснять, и все, ситуация продолжает развиваться, значит, взорвалось все на этой неделе вчера, если я не ошибаюсь, когда в Твиттере пресс-секретаря Министерства национальных дел Китая появилась фотография австралийского солдата, держащего нож у новорожденного афганского ребенка, да, идет скандал сильный по поводу того, как австралийцы там мирных жителей убивают, это отдельная тема, сейчас не хочу в нее влезать, вот, там есть 12 или 14 солдат уже, которые, как ответственность Австралии, привлечены за то, что они использовали оружие не там, где можно, конечно, беспредельничали, вот, и была опубликована в Твиттере пресс-секретаря Министерства национальных дел Китая, у которой на этом аккаунте 780 тысяч подписчиков, на секунду, в принципе, ну, по сравнению с Трампом, конечно, это ничего, да, это односотая того, что есть у Трампа, но это много все равно, она опубликовала фотографию, где австралийский солдат держит нож у шеи грудного ребенка афганского, и там написано, мы принесем вам мир, да, we'll bring you peace, вот, такая фотография, как выяснилось, была подделана, то есть там специально, ну, фотошоп, короче, и, естественно, жуткий скандал, дикий совершенно, Моррисон лично, премьер-министр, потребовал от Китая публичных извинений, что вообще никак не может произойти, вот, китайцы молчат, премьер-министр Австралии пытается как-то вступить к ним в контакт, чтобы торговые отношения как-то начать налаживать, потому что, ну, для Австралии это смертельно, правда, потому как ее нахожу, понимаем географически, где находится Австралия, для нее лучше Китая, торгового партнера сложно себе придумать, и тут Китай ставит между ними железный занавес, и тут интересная штука получается, я слушал разных экспертов по этому поводу, они говорили там разные вещи, в том числе прозвучала, как бы, очень такая мысль, здравая достаточно, смотрите, ребят, а, да, ну, естественно, чуть не забыл сказать, Австралия поддержала расследование того, что происходит там в Констагирях для уйгуров, естественно, это я вам рассказывал, так вкратце, правда, касался, но там, да, естественно, отсутствует право, по соблюдению права человека отсутствует в принципе, людей там мучают, людей там заставляют отказаться от ислама, людей там заставляют работать, людей, ну, короче, навязывают другую адженду совсем для того, чтобы китаизировать уйгуров, ну, и там много чего происходит, все-таки уйгуры серьезная угроза для китайцев, территорию они, эту территорию северо-запада с Инджаней не хотят никуда отдавать, естественно, Китай, вот, а с исламом надо как-то работать, потому как 200 миллионов мусульман, и в халифате, как мы поняли, в исламском государстве бойцов из этой части Китая было немало, вот, а уйгуры это тюркский этнос, как мы понимаем, а китайцев совсем нет, то есть там этническая проблема есть, религиозная проблема есть, короче, Китай пытается ее решать способами, которые явно негуманны с западной точки зрения Австралия, конечно, поддерживает западные запросы на расследование, клеймит, короче, Китай позором, что тоже, естественно, серьезный раздражитель для Китая. И эксперты, сидящие в Пекине, говорят такие вещи, они говорят, ребята, торговля должна быть свободна от идеологии, если вы хотите с нами торговать, торгуйте с нами, если же вы хотите нам рассказывать, как нам надо в своей стране решать наши вопросы, то тогда извините, это совсем уже какая-то другая вещь, тогда мы будем оказывать приоритеты тем, кто нас не учит жизни и не рассказывает нам, как нам правильно себя вести. Подход чисто реалистский, это реализм, ребята, то, что у меня в стране происходит, не ваше дело, вы не в позиции Австралии учить меня, Китай, как мне нужно решать вопросы внутренней безопасности, а права человека. А на права человека ответ такой, для вас, для европейцев, а австралийцы, вы считаете себя европейской моделью, система, правильно? Новый сеттлмент, как бы все дела, либеральные ценности, либеральная демократия, мы не либеральная демократия, говорит Китай. Мы страна, которая понимает под правами человека совсем не то, что понимаете вы. Вы под правами человека подразумеваете свободу слова, свободу печати, свободу собраний, а мы под правами человека подразумеваем личную безопасность человека. Безопасность человека важнее всех остальных свобод, которые вы тут перечисляете. Отсюда мораль. Если ты хочешь торговать, и твоя экономическая ситуация зависит от того, с кем ты торгуешь очень сильно, главный твой торговый партнер, де-факто, ты должен очень долго думать перед тем, как поддерживать внешнюю политику страны, которая идет вразрез с интересами того твоего самого главного торгового партнера. Небольшой урок реализма. Все попытки сконтактировать с правительством Австралии, сконтактироваться с китайским правительством, пока заканчиваются неудачи. Китай даже не хочет начинать разговаривать. И это очень болезненно, и может привести, в принципе, к огромному экономическому, серьезнейшему экономическому кризису в Австралии, если эта проблема не будет в ближайшее же время разрешена. Бутик-политик. С понедельника по четверг, с трех до пяти вечера, сказал, как обрезал. Добро пожаловать, друзья, в Бутик-политик. Мы все еще в первой части находимся. С вами Кирилл Задов. Сегодня соло. Звонков что-то от вас пока никаких нету особо. СМС есть, а потом, когда будет дырочка небольшая, в следующем части отвечу на этот вопрос хороший, кстати. Вот. Давайте, я обещал вам, это надо тоже тему, она важная тема, и она, вот мы американцы, мы бываем в Мексике, и для нас это важно. Помните, в девятнадцатом году расстреляли семью, там не одна семья была, несколько семей, они двигались в Соборбанах на границе со штатом Чувауа, и расстреляли. Прошла информация изначально, там девять человек погибли, женщины, дети. Они члены американской мормонской секты, которые когда-то откололись от мейнстрима мормонов из Юты, как я понимаю, уехали. Именно с того момента, кстати, они откололись, когда в Америке стали представить за многоженство, за полигамию. И, соответственно, они, те, кто уехал туда, в Мексику, и поселились там, они давно там живут, они, многие из них придерживаются, то есть там есть много полигамных семей. Вот. Но это не суть, как бы. Суть не в этом. Суть в том, что это они американские граждане, и их место, где они жили, их комьюнити, считалось раем там, да, просто раем. И вот они ехали в двух Соборбанах, и были расстреляны, и эти Соборбаны изречечены были фактически, погибли там грудные дети, и взрослые дети, и женщины, и беременные женщины. Короче, страшное убийство. Тогда было сказано, что это два картеля между собой выясняли отношения, как я вам тогда это рассказывал. Кстати, в архивах можно программу найти, не помню, вот когда. Ну, это произошло, по-моему, в девятнадцатом году. Да, тут вот, к сожалению, я уже не помню месяц, когда это произошло, но это произошло, я так понимаю, год назад примерно, то есть осенью, осенью-зимой. И в начале зимы. И мы тогда сказали, что два картеля между собой выясняли отношения, и приняли эти два черных Соборбана, в которых они двигались, за машиной конкурирующей фирмы, как бы, и просто ее расстреляли, не зная, кто внутри. Это все не так, на самом деле. И сегодня, на днях стало известно, что произошло. Но в любом случае, главная новость, да, почему я начал об этом говорить, что в итоге удалось арестовать мексиканцам. Мексиканцы арестовали Роберто Гонзалеса, который известен под кличкой The 32, да, The 32, короче, да, и он конкретный 32. И он считается одним из самых главных офицеров в картеле, который называется Лалине. И там, на границе со штатом Чуауа, там есть противобойство к картелю, это правда. И мотив, почему он это сделал, эксперты говорят, потому что он дал приказ это сделать, если расстрелять, как бы, американцев там, то тогда туда пойдут федеральные войска и осложнят жизнь тому картелю, на чьей территории все это произошло. А это не его территория, как бы, и это осложнит жизнь картелю на территории, которой это произошло. Они там этих всех членов картеля арестуют, начнут там против них военные действия, ликвидируют многих, арестуют кого-то, кого-то убьют, и в итоге на эту территорию потом спокойно сможет зайти Лалине. А представляете, какая иезуитская, дьявольская логика, короче. Это стоило жизни девяти американцам. И, кстати, комьюнити после этого чувствует себя до сих пор в ужасе. Очень многие уехали в Америку. То есть, от раяни осталось и следа после того, что там произошло, естественно. Значит, после того убийства, напомню, президент Трамп начал рассматривать потенциально возможность объявления всех мексиканских драг-картелей террористическими организациями, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Какими последствиями? Главное последствие, что если сегодня мы, Америка, объявляем кого-то террористической организацией, означает, что мы имеем право без объявления войны на территории любого государства, где террористическая организация находится, применять нашу военную силу. То есть, использовать наши беспилотники, использовать наш десант, например, проводить открытые военные операции, скрытые военные операции, потому что это, если не ошибаюсь, патриотический акт 2001 года, Джорджар Булдуш, который подписал после 11 сентября. Соответственно, Мексика очень напряглась, очень просили Трампа этого не делать. Я знаю, что специально для этой цели Эрбрарт, да, министр страны, где Мексика прилетал, в Вашингтон. Был большой разговор, очень, и Абрадор с Трампом разговаривал, чтобы этого не произошло, президент Мексики, потому что это бы, как бы, уничтожало бы мексиканский суверенитет. И де-факто мы бы тогда начинали бы управлять этой территорией, ну, так как мы можем военную силу где угодно применять тогда. Это не годилось. И в итоге, ну, и напомню, недавно я вам об этом рассказывал, мы освободили, мы взяли, мы как-то арестовали по страшным наркотическим обвинениям бывшего министра обороны Мексики Сравадора Сиен Флэгаса, генерала. И недавно, на той неделе, по-моему, я вам рассказал, мы его освободили по договоренности и отправили его в Мексику. Или еще не отправили, он ждет экстрадиции туда. Ну, короче, мы его больше не преследуем, дела против него закрыли, и мексиканцы теперь должны по идее его судить. Никто не знает, будут или нет, но с этого момента сотрудничество между нашими департаментами возобновилось. Я имею в виду ФБА и Министерство обороны Мексики и полиции Мексики, которая, как мы понимаем, если министр обороны страны, которая в войне с наркокартелями в то время была, когда он был министром обороны, и там огромные коррупционные схемы и наркотрафик, можете представить, что говорит тогда о полиции и о всех его подчиненных на более низких уровнях, если коррупция зашла так высоко. И его нам пришлось освободить для того, чтобы какой-то с Мексикой разговор все-таки шел. То есть мы, Америка, признаем, что, ребята, у вас проблема, да, у вас нет государства де-факто, если ваш министр обороны является той главной силой, как бы, и тем главным в правительстве человеком, который берет взятки и помогает наркотрафику передвигаться через границу. Ну, ну, просто страшно себе представить, в каком мире мы живем. То есть, а он министр обороны был, да, по крайней мере, в тот момент, когда все это происходило. И теперь, пока мы его не освобождали, мы все-таки вообще отказывались каким-то образом с нами совместно работать по разным всяческим серьезнейшим вопросам, по синтетическим наркотикам, которые в нашу страну поступают, и нам нужно с этим бороться, потому что они убивают людей. Короче, все. С момента, что мы его отпустили, сотрудничество в полном объеме возобновилось, что является хорошей новостью. Ну, и вот этот арест произошел, Гонзалеза взяли, и дальше будут расследовать, возьмут еще, ну, главных исполнителей пока не могут найти. Вот в чем штука. Теперь задача этого Гонзалеза раскрутить. Я думаю, что его надо привезти в Америку. Все-таки у нас есть определенные способы, как подобную информацию доставать. А кто хочет знать как, вот есть фильм «Наркос», там вам расскажут. Ха, «Наркос Мексика». Ну, примерно так, да, хотя на самом деле все это очень грустно. И то, что происходят подобные вещи около нашей границы с нашими гражданами, это, конечно, всегда звонок. Звонок того, что нам надо как ту это более продуманную стратегию в отношениях с Мексикой и в отношении их наркотических трафиков и картелей разрабатывать. Ну, это не одного, естественно, года. Работа. «Бутик Политик». С понедельника по четверг. С трех до пяти вечера. Сказал. Как обрезал.